Путина! 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 Кресло задержанного президента Мохаммеда Базума занял генерал его собственной гвардии Абдурахман Чиани. Это наше послание ООН, Африканскому Союзу, экономическому сообществу стран Западной Африки. Всем тем, кто считает, что в Нигерии творится беззаконие. И тех, кто знает, что именно сегодня страна действует в рамках своих прав. Посмотрите на этих прекрасных людей. Еще вчера они не смогли бы так свободно выйти на улицу. Сегодня мы свободны. ЭКОВАЗ заявила, что если Чиани не освободит Базума в течение 15 дней, они должны вмешаться. Мы, бывшие комбатанты Нигера, готовы. Мы готовы их встретить. Мы готовы умереть за нашу страну. Прежде чем армия разогнала протестующих, они успели поджечь дверь посольства. Елисейский дворец пригрозил немедленным и непреклонным ответом на нападки на Францию и ее интересы. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что Брюссель не признает новую власть и по-прежнему считает законным президентом Нигера демократически избранного Мохаммеда Базума. Свернуть свои проекты в стране могут и США. Сегодня утром я вновь беседовал с президентом Базумом. Я также беседовал и с бывшим президентом Исуфу, и с французскими коллегами. Наша команда тесно сотрудничает со многими странами и организациями региона. И мы едины в осуждении произошедшего в Нигере. Мы призываем к немедленному освобождению президента Базума и восстановлению демократического порядка. Наше партнерство с этой страной в области экономики и безопасности на сотни миллионов долларов зависит от восстановления демократии и конституционного порядка, которые были нарушены в последние несколько дней. Я разговаривал с президентом Базумом, чтобы выразить нашу полную солидарность. Теперь я хочу обратиться непосредственно к тем, кто его удерживает. Немедленно и безоговорочно освободите президента Базума. Уважайте верховенство закона. Как видим, задержанный президент остается на связи и находится у себя в резиденции. Прибывший в качестве посредника лидер Чада опубликовал совместное фото. Для самого Нигера ситуация стремительно ухудшается. Переворот грозит стране полной изоляцией со стороны как Запада, так и соседей. На саммите экономического сообщества стран Западной Африки Нигеру дали неделю на то, чтобы вернуть все на свои места. В противном случае может быть применена сила. Одновременно ЭКОВАЗ замораживает все коммерческие и финансовые операции с Нигером, а также активы в региональных центральных банках и вводит запрет на поездки для путчистов по странам региона. Премьер-министр Нигера назвал санкции катастрофой. Для населения это будет катастрофой. Нигер – страна, которая в значительной степени полагается на свое партнерство с международным сообществом, с дружественными странами, с международными институтами, которые оказывают большую поддержку. Мы обеспечиваем бюджет при финансовой помощи Европейского Союза, Всемирного банка и МВФ, а также французского агентства развития, отказываться от этой помощи самоубийства. Пока ситуация выглядит так, что мятежники готовы идти на обострение. Они обвинили Францию в подготовке операции по освобождению отстраненного от власти Базума и объявили о прекращении экспорта урана и золота в эту страну. Нигер занимает седьмое место по производству урана в мире. По данным СМИ, на Францию приходилось до 20% добычи. Разработкой урановых рудников здесь французы занимались полвека. Они, впрочем, уже объявили, что диверсифицируют поставки и не зависят ни от какого государства. В Нигере добывают уран также Испания, которая объявила о приостановке сотрудничества, и Китай, который вряд ли покинет регион, считают аналитики. Несмотря на заявления и французов, и испанцев, они постараются остаться в регионе. Там выгодные активы. Китай промолчит и продолжит работать. В последнее время в Западной Африке мы видим, что хунты, режимы, которые приходят в результате после переворотов, вырабатывают модель взаимодействия с иностранными инвесторами, и их активы не трогают. Хороший пример – это российская компания «Русал», которая добывает почти половину своих боксидов в Гвинеи. После переворота ее активы никто не трогал, она так и продолжает работать. Сам Нигер сильно зависит от зарубежной помощи. Каждый год страна получает около 2 миллиардов долларов на экономическое развитие. Со стремительно растущим населением в 25 миллионов человек она остается одной из беднейших в мире. Почти 4,5 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи, и больше 3 миллионов – в продовольствии и безопасности. Нестабильность в Нигерии грозит дестабилизацией всему африканскому региону Сахеля, куда входят 12 стран, включая пережившие перевороты Мали и Буркина-Фасо. Отстраненный от власти президент Базум считался надежным партнером Запада в борьбе с джихадистскими группировками. В последние годы французские войска и войска ООН ушли из соседнего Мали, куда, по данным той же ООН, пришла ЧВК «Вагнат». Ее основатель Евгений Пригожин приветствовал события в Нигерии. Однако официальные российские власти переворота судили. Мы считаем, что переворот – это антиконституционная затея, и мы в принципиальном плане всегда в таких случаях занимаем очень четкую позицию. Личность предводителя мятежников в русскоязычном интернете обрастает мифами. Самая странная конспирологическая теория о том, что Абдурахман Чиани якобы с 80-х годов находился под колпаком внешней разведки СССР и даже чуть ли не принял православие благодаря родственным связям. Впрочем, фейки в подобных ситуациях – явление частое. Подтверждений ничему этому, разумеется, нет, а руку Кремля эксперты видеть здесь не склонны. Как и не очень верят в военное решение конфликта. Они будут пытаться, скорее всего, неформально выстраивать каналы коммуникации с новыми властями Нигера. Нигер никто изолировать не будет, потому что он важную роль играет для региональной логистики, для региональной архитектуры безопасности. Его сейчас замыкать на себя, оставлять наедине с теми вызовами, которые перед ним стоят, опасно для всего региона. В Нигере все еще находятся полторы тысячи французских солдат. Татьяна Бур, Андрей Колосов, Дарья Петрачкова, Антон Сухоруков, Артевяй. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова